Вы знаете, об этом сотрудникам полиции и аэропубликов что он трампует информационные стойки времени среди с полиции и установленных пакетов паспорта. Вот, и кто купил пилет за гранд-паспорт, а взял с собой обычный паспорт. Заходит начальник поезда, будет, выходите. Можно за гранд-паспорт. Можно за гранд-паспорт. Можно ходить за 4-минутые. Выходите. Ну, подождите, как выходить сейчас в чисто поле и так далее. У вас билет действительно куплен именно в тот документ. Я не могу вас уверить, что это именно ваш билет. И все, не в такую. В итоге она купила новый билет. Узнал информацию о Сергее. Я вот на странице уникли. А мной прислал последний парень, которого видел, молодой. Игорь, Гарри, Никита. Италия? Нет, Италия. У меня, кажется, Настя, где его зовут. Ну? Я не знаю. Где Екатерина написала? Я скайп увидел после занятий. Я сначала посмотрела ролик Игнат Стихниченко. То есть, вот съездите к нему, пообщайтесь. Хотя у него никак не в состоянии. Игорь говорит. А то написала, а потом... Где же брат? Классная. А, дочь. А, дочь. А, я не знала, он никогда выделал. Он же говорил, что у него дочь и внуки там. У него и на странице там был дочь. Классно. Игорь. Хотите? Пойдем тогда. Мне не холодно, можно у Дмитрия дождаться. Я думаю, сейчас вот-вот он должен подойти уже. Вы не знаете еще, что такое сибирский мороз. Сибирь, да? Ну да, там, получается, Бакан даже рядом с подъемом. Я думаю, что вы пассажиры 14 января все электронные отправления не привыкли. Не, ну для вас вообще или нет. Детская прогулка такая здесь. Вообще таких морозов не бывает. Можно в майки шестить. Ну да. Их идет остановка на платформе. Это в городе Кассы. Я посмотрел, сколько любит Барнаула. Я на стихоте ехать. Возьмите. 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 Возьмите, да. Возьмите. 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 На поезде успеваешь понять, что с тобой происходит. На самолете так все здесь. На самолете в первый раз такого мороза нет. Вообще. Потом сел. Что-то как-то все пропало. В серии страха. А первый раз вообще на поезде я ездил на Кавказ. Возьмите. Ты не общался с Сергеем Казадяковым? Нет. Вы общались, да? Я тоже не общался. Даже, кажется, в живую вы общались, да? Нет, в живую нет. А, это Виктор Яковлевич, кажется? Да, Виктор Ивич ездил. Да. Он очень-очень крепкий. Он всегда отродился. Такие ролики. Такое написано. Да. Он-то хорошо. Я тоже в куртке. Надо куртку. Не извини, я хотел две куртки брать. Надо было. Я всегда туда еду. Обычно не в статике. Я обычно двигаюсь. Когда двигаешься, то... Пройдешься. А? Куклам осталось. Да ладно. Да тут только в вагон осталось проходить. Где же брат-то? Что-то долго он. Ну, пока пусть у вас проверят билеты. Его сейчас время... Ну, в принципе, да. Да-да-да. Что? Доставайте документы. Разбирайте. Ну, конечно. Ну, конечно. Никого уже нету. Мы последние на этом вагоне. А, пять минут осталось, да, уже? Сейчас объявили. Летний наш. А, все понятно. Кто смотрел ролик Вогон? Насте Дрова. Я смотрел. А, там снова Игорь давно поговорил. У него все тропы есть. Там еще и ким нахер. А, ничего не надо там. Не верующий? А у нас тоже есть за вас вход. Что-то не начинается. А у вас уже документы проверили? Нет, сейчас. Нет, нет. Сейчас в процессе. Да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да. Может, я тоже. Так, Виктор, возьми. Паспорта. Сейчас, минутку, хорошо? Это мой. Господи помилуй. Нет, уже я начинаю мерзнуть. Я как-то все зимы из машины в машину. Витя. Мне нужно паспорта только. Я там не могу. А у вас все теперь электронная там, да? Да. Отлично. Скоро совсем все электронное будет. Еще кто у нас? Еще один человек подойти должен у нас. Мы ждем. Еще у Вячеслава. Да, но его еще нету. Ну да, пока нет. Нет, Ткачев есть. Я здесь. Я Ткачев. Я здесь. Ждете? Да, ждем еще. Так, сколько у нас еще времени есть? А сколько сейчас времени? Да я не знаю. Я думаю, минут 15 еще есть. 9 часов 15 минут еще есть. Там только зарядка есть? А вон он идет, по-моему. Я не вижу, конечно. Но, по-моему, вот он, брат. Слава Богу. Ну, слава Богу, брат. Думал, не дождусь. Дмитрий. Виктор. Здравствуйте. Николай. Дмитрий. Я с вами не еду, просто так пришел. Проводить. Паспорт нужен. Паспорта никто не сжег, это уже хорошо. Можно ездить. Паспорта никто не сжег, это уже хорошо. Я теперь спорю. Я поблагодарю вас. Иди в Руке. Иди в Руке. Иди в Руке. Царю Небесный. Утешителю Души истинной. Иже вездесы и вся исполняй. И сокровище благих и жизни подателю. Приди в селисья в ныне, очисти на от всякий аскверный. И спаси блаже души наше. Господи, сохрани нас с дороги. Помоги с пользой провести время. Сделать то, что нужно. Поучаствовать в проводах брата нашего. Прибудь с нами и дай нам общение мирное во Христе Иисусе Господе нашему. Такую вот машинку нам дали в аренду на весь день. Выбирайте места, садитесь, саживайтесь. Вам просто мне позвонить, а вот так. Так, ну собственно, я с вами предоставленников прощаюсь. Вы будете на шедевокале? Да, на сколько? Да, на сколько? Мне зачем позвонить, поскольку здесь будете, я вас... Не здесь, не здесь. Мы уже будем на том вокзале. На том? На том вокзале на билет. Да, потому что много жедевокзалов, да. Как много, два вроде. Так, хорошо, жедевокзал один. Ну, зачатку можно, группу раньше, группу тоже. В следующий раз он будет. Город сейчас весь стоит. Ветерный, да. Так что, до автомонов приставку заедет. Всё, вечером, спасибо. До свидания. До свидания. Что, замёрз? Я что-то... Я знаешь, как умерз? Ого! Вот это сцепление. Раньше времени замёрз ты. Да. А на похоронах, как будешь? Буду обвасом все греться. Ну, смотри. Я тебе кофту могу дать? А у меня там есть кофты. Ну, если ты милый. Ну, если ты милый. Ну, термобельё, то я мёрзу. Так, так, так. Куда ехать? Навигатор включай. Навигатор включай. Да, точно. Заряд у нас сейчас отдать. Пожалуйста. Опа, Серёга. Да. Посмотри, там, в бардачке что нужно. Давай посмотрим. Все то, что нужно. Город стоит, да? Он говорит. Да, да, да. Дартамон. Вот. Давай. Ага. Ты что, не будешь работать? Блин. Хорошо. Сумки, порталь. Как у головы. Материал, телефон что-то? Да нет, это что-то. Неверятный. Так, теперь здесь. О. Да. Можно underestимить свое телескопер Ochson… Боеви… Поставила алгоритм поездки. полтора километра недолго ну все с богом поехали вот так я пока сделаю выехали все дизельная что ли дизельная так то вон куда здесь каш ваку здравствуйте ну как едет я хотел себе сначала такую брать потом мне сказали что все русские машины очень быстро ржавеют я передам я взял варгус для работы варгус это исключение как говорят из правил очень хорошее на 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 от до 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 Звоните. Кстати, дашь нам? Хорошо, хорошо. Мамочка, я Богу прошу, чтобы он нас с тобой вместе забрал. Чтобы мы там с тобой вместе ушли. Забавно, что с вами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки видят уже дальше ordrecht А деревни там батюшки уже не будет? А в деревни там уже батюшка не будет, да? Ну, он сказал храм, я бы тоже хотела храм, но это очень в совершенно другую сторону и далеко, ехать очень далеко и до деревни тоже не близко. Ну, там тоже землянский танк, он на выходные не работает храм. А там батюшка не местный, он приходит и приезжает к зеркалу. Так, все, 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 все. Ну, он всегда хотел, быстрее, скорее, быстрее, но это на словах. Он хотел, понимаете, я его просила, я его все время просила, два года назад, когда им было плохо, я говорю, сынок, давай в больницу, ты мне даже вообще ни о чем не говори, я, ну, давай хотя бы там УЗИ, уже он доходил до такого, что вот ему совсем плохо, я подхожу к нему, начинаю плакать, говорю, ну, ты пойми, я, говорю, не смогу, ты понимаешь, как я тебе могу не помочь. Ладно, только ради тебя вызывать там, врачей, все. Вот, а в этот раз тоже, у него так началось, начались температуры, ну, я думаю, у него как бы проблема вот с ВЧВ-м была, вот, температура поднимается, два дня было 39, начали, он, мам, давай антибиотики, мои сыны, вообще не уходи с антибиотиков, давай кого-то, давай, сынок, кого-то. А температура, таблетки, как-то мало помогали, и потом я его беру, этим уксусом наложу и всего его протираю, вроде, тогда смотришь, температура спадает. Вот, потом, значит, а здесь он, у него здесь вот катетер стоит, вот, мы его меняем и, ну, мы его недавно поменяли. А я говорю, давай я тебе там посмотрю, все поменяю. Он говорит, не лезь, мне плохо, пока не лезь ко мне. Вот, а потом я говорю, Сережа, ну, там, говорю, мы поворачивались постоянно, давай. Я говорю, может, там все, надо поменять, ну, давай. Вот, а я его повернула, посмотрела, говорю, моча у нас вообще не шла сутки. Я говорю, Сережа, он, ну, давай ему катетер, для нас, конечно, катетер поменять, это очень сложно. Он вообще, вот, ну, он говорит, мам, давай у меня есть катетер, давай. Я быстренько ему начала вынуть катетер, мочи вообще норм. Вообще, даже рамочки нет. Я говорю, Сережа, я не пойму, в чем дело, говорю, может, врача, пошла в душину, тебе, может быть, там, говорю, дырка уничего. Вот, а он говорит, а, я говорю, давай врача, нет. А, а потом согласился, без, или потом, значит, плохо ему стало. Плохо стало, он говорит, так ничего, а потом или сковала шею и плечи, и вот здесь вот все, такая горе у меня, мы видим, это, что там, от желудка вот эта вот, она же там пропадная язва. Вот. И я говорю, все, дочери сказала, вызывай быстросковую. Вот, они, правда, быстро приехали, померили, кардиограмма нормальная, хорошая. И он, ну, потом, значит, вызываю я уролога платного, уже это наша скорая, она не помощь нам вызвала, он ставил тоже катетер тоже, а он, оказывается, хоть и доктор, оставил его неправильно тоже, не мочевой, а замочевой ставил. Моча опять у нас не пошла. Ну, он говорит, ну, поверните. Я его повернула, он залез туда и говорит, у него, вы когда в туалет ходили? Ну, мы вот прям сходили, три дня ходили, нормально. Вот так. Он говорит, ну да, здесь вот прямой рот, нет ничего. А там, он еще подальше туда залез и говорит, там непроходимость. Он пишет нам направление к хирургу. Ну, мы его, вот ночью, правда, я говорю, перемучился, утром приехали, ребята вызвали скорую и отправили. Вот. Они отправили, сначала урологи подошли, значит, о, у него вода, а мой катетер неправильно стоит, ну, мы говорят, а, они говорят, приезжайте в понедельник, мы вам ставим катетер, я говорю, а как я его пойду, я его сейчас довезу, может быть, не довезу, он у меня умрет. Ну, смотрю, здесь хирурги, хирурги говорят, нет, 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 быстро ко мне в реанимацию. Ну, и забрал в реанимацию, а у него давление падает, начали принимать давление, ну, целый день его капли. Немножко вроде подняли, повезли на операцию, вывезли, а он, он такой вот, правда, глаза, конечно, еще такие прям. Я подошла к нему, и говорю, а ты разве здесь? Я говорю, я никуда не уходила, вот даже на минуточку. А почему ты ушла? А почему ты? А почему я весь тут, меня рвало? И они его сразу повезли, опять на операцию. А я, села и скажи, сынок, тебя же в операционке. Как? Говорит, ты что делаешь? Зачем ты сейчас давлению ему? А я, что-то так вот, и все, ему повезли, повезли, а потом после операции его привезли тоже. Ну, он вышел, доктор сказал, что он живет. Потому что там уже пошло это, заражение все пошло. Живот у него прям, я задвонял, прям такой вот раздумся. Ну, вот я говорю, Сережа, а почему я живот увидела? Я глянула, что мочевой начали смотреть, а раскрыла там живот раздувый. Я говорю, у тебя такой живот, вот, а на следующий день еще больше. Ну, там уже просто у него там она пропадная, и все уже пошло там. Ну, никак. Вот можно было два года назад, когда он писал, что у него рак, я говорю, нет у тебя никакого рака. Вот, понимаешь, я говорю, я тебе, в мое сердце, я говорю, все чует, нет у тебя никакого рака. Беру, так все, вышло, получше, взяли на него, на анализ нет рака. Я говорю, нет, я воюлась, ну, в месяц там ничего. А он соглашался, он сказал, нет, ну, я не хочу, я хочу у тебя отсюда, я хочу домой. Можно было очень много. Ну, они говорят, значит, что даже вот с такой болячкой и люди уже брали. А умер как? Умер как? В смысле? Ну, сам отход. Не видели? Слушай, мы приехали, вот, дочка Васильевьяна, вот, мы с ней были в реанимации, но они пускают на пять минут. В другой больнице, у меня там были врачи все знакомые, я могла быть целый день там с ними, а это все, пять минут уходить. Ну, а мы с дочкой потом приехали, мы сейчас поедем опять в больницу. И все, и мне позвонили, а не то что. Блин. Мы сегодня в днем голову, и вчера прям, вчера прям понятя пункт. Сегодня прям поправился. все. Дома. Просили не брить еще. Морги подрыли. Просили, не брить. Просили, не брить. Он свой бородочек, ему хоть очень сложно, все у него тут и чешется, и все. Просили. Просили бородочек, они взяли, я прочитаю, чтобы не брить. Кто нас слышит. Дома. Я вообще не хотела, я вообще не хотела, я думала, чтобы как бы если наступит, когда нам все едут дома, я уже всех врачей говорю, ради бога у нас никуда не в морг, у нас и участковый свой человек. Думаю, все, чтобы только он не в морг, а получилось вот. Все время. Говорю, давай, я тебя выморю. Нет. Я вот когда умру, тогда ты меня выморишь. Я говорю, ты умрешь, а я снова не свину. Нет, а ты еще должна жить. Ты еще так далеко от бога. Ты должна. Я говорю, я знаю, сынок. Я ж не такая, как ты. Гнатис Тихонович, он передавал, чтобы был ролик, смотрел это. Еще ролики, еще бы этого хватало. Да, я все всегда смотрю. Я всегда захожу, всегда и сыночка своего, как только жду, когда же новый ролик у него будет. Включаюсь, да, смотрю. Он мне с молодежью всем перепечатался. Он со всеми общался. Любви у него на всех хватало при таком состоянии. Сколько терпения. Много потрудился он. Будет отдыхать. Да. Столько даже здорового. Да. Как будто мы болели, а не он. Я говорю, Сереж, за ночь не спит. Да, ты, ну что ты делаешь в твоем состоянии? Все, 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 все. Подожди. Ой, мне плохо. Ой, мне плохо. Ну, нет, нет, нет. Мне надо доделать. Мне надо доделать. Сейчас уже в твоем состоянии нельзя. Ты что? Небелось бы. Хорошо. Нельзя. Надо. Виктор Андреевич передавал поклоны соболезнованию своей. Спасибо. Он мне звонил тоже. Он у нас был, он у нас раз в три, наверное, был. Виктор Андреевич ему хорошо знал. Ну, и Гнастик, и Гнастик был. Ребята тоже к нам, и в деревню тоже приезжали. Все буду смотреть. Со всеми, может быть, буду и общаться. Если, конечно, все будет хорошо. Ну, без него, не знаю. Ну, без него, не знаю. Не знаю. Ничего. Все. Все. Я знаю тебя. Ты сейчас будешь. Выйти. 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 А ко мне? А что он умелось? Что он умелось? Что ты умелось? Если меня отцом умелось? Нет. Ты от нас тоже как частицу вырвали. Я просто не хотел верить, что это произошло. Что произошло? Давай. Я даже не ожидала. Оно тут прям. Ну, он болит. Он в последнее время, что болит. Он что-нибудь к чаю. Он говорит, мама, не покупай мне ничего сладкого. Потому что, говорит, не мало что-то. Я вообще не мало. Ну, люди мои говорили. Вроде как-то хочется что-то такое. Давай. Что будем? Сухари. Ну, давай с сухарями чай. Сухари. Вот. Вот. И вот она не принимала уже там, не знаю, вот раны и все. И как-то он плохо, но все равно вот он. Укольший мой изборивающий. Он как-то еще... В общем, в деревне рвался. Ну, он, может быть, и не хотел бы, а вот. Я всегда еду ради тебя. Чтоб тебе так было хорошо. Это все иконы, которые он сделал? Угу. 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 А вот еще. И это тоже самое. За батюшкой съездить не надо? Нет, батюшка приедет сам. Батюшка сам, батюшка тоже опечален, он же все время ездил. Местный больше? Да, ну в этом центре там живет. И он мне говорил, что храм. Я говорю, ну когда мы это после не успеем ничего? Мне конечно хотелось, но храм далеко. Мне очень хотелось храм. Местный верующий, который с храмом, с ними не общался? Местный верующий. Ну, с Воронежа. Да у нас с Воронежа, я не могу сказать почему-то, я не знаю. Приходили батюшки просто так проведать. Ездили бы и усадили, у него там был друг, они ему гостиницы передавали, батюшки привозили, приезжали. А так вот у нас, вот наш Александр батюшка. Поэтому у нас. Выходите, скажите. Ух, я отборил. Ух, я отборил он меня. А я говорю, батюшка, ну вы, вы, он. Нет. А он как? Да, ну все хорошо, говорит. Я-то что вы, я вообще не что вы. Нам надо за ним идти. А вы-то вообще-то не думаете. Сереж, ну зачем-то? И вот мы все правильнее подавали. Он в вас задумали. Я пришла. Но я не знаю, что я не знаю. Не вообще бы смекала. Не смогу я на меня заняться. Нет, я не знаю. Кто-то еще. Не, кто-то здесь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...